Анатолий Васильевич, я так понимаю, проблема кадров Она у нас действительно на устах уже долгие годы, особенно в промышленности у нас эта проблема остро стоит И недавно вы ее также разбирали, эту проблему с директорами предприятий Расскажите, пожалуйста, об этом Проходил коллекционный совет, то есть у нас 14 директоров собрались для того, чтобы выработать единую повестку дня на совет И, конечно же, разобрать очень важную тему, тема кадров, тема воспитания кадров Тема обучения и какие профессии нам сегодня нужны Потому что идет время И, конечно же, предприятие сегодня развивается И главный вопрос у предприятий сегодня Это выпускать лучшую сегодня продукцию, которая будет востребована на рынке И чтобы эта продукция стоила, себестоимость была ниже, чем у конкурентов Вот это два таких гаосновополагающих момента, которые продвигают сегодня и дают стабильность работы предприятий Для этого что нужно? Для этого нужны очень хорошие кадры Как у нас говорили, что кадры решают все И, конечно же, нужны хорошие технологии, соответственно, оборудование Я вам скажу, что 2014 год здесь пришли во власть У нас поменялась власть в регионе И, конечно же, в первую очередь губернатор обратил внимание Что нам без хорошего кадрового потенциала не решить тех проблем Очень большие проблемы, которые есть сегодня в промышленности И, соответственно, обратили внимание и федеральный центр на поддержку образовательного процесса Это дуальное воспитание, дуальное обучение Это, вы знаете, так говорят Сегодня это слово за границей пришло А мы всегда работали над этим У нас всегда, начиная с детского садика Мы всегда воспитывали детей для того, чтобы они понимали, что такое и откуда сегодня берется благосостояние Что благосостояния не будет, если не будет рабочих рук Если не будет хороших профессий Хороших специалистов в этих профессиях И мы были, конечно, в колледжах Где... Вот пример реализации проектов 2014 года Это 2014 год, проект 2014 года Современнейшее оборудование Вот это станочное оборудование Это лучшее у нас на заводах Не во всех Не на всех Это там единица, которая такое оборудование есть То есть мы детей учим На самом современном оборудовании сейчас начинаем учить Самые современнейшие То есть эти специалисты, которые будут обучаться Они будут на расхват Просто, вот знаете, у них сегодня уже их разбирают Вот, у них нет такой проблем, куда пойти работать А у них сегодня с хорошими зарплатами их просто разбирают Вот это сегодня показатель и решение тех кадровых проблем Что можно и нужно вот таким путем идти Вот это вот делать, чтобы было вот такое же оборудование Что вот так же нужно во всех наших колледжах Вот, чтобы наши специалисты были на расхват Чтобы действительно их не пристраивать никуда Чтобы мы были заинтересованы Чтобы директора, чтобы мы были заинтересованы Анатолий Васильевич, а это был федеральный проект Или совместный с предприятиями? Это открыты были двери Минобра Министерства образования И они, мы, два региона, которые самое большое получили Два региона всего получили самые большие влияния И, соответственно, софинансирование нашего бюджета областного Я еще раз говорю, благодарю правительству Или администрации области Которые видят, что не хватает сегодня Конечно же, очень сложно, очень тяжелый бюджет Но на это не пожалели И они, это сегодня отработано будет И получат необходимые ресурсы И вот я еще раз говорю, это вот самая главная точка роста А сегодня много говорят также и про импортозамещение Как вы считаете, есть ли у нас в регионе перспективные проекты Которые можно реализовывать в ближайшее время? Вы знаете, вообще-то мы должны Если говорить, мы начали сегодня тему образования Вообще-то говорить про образование Мы должны сегодня говорить, чтобы у нас были образованные руководители Как так называемый образованный менеджмент Потому что одно дело, когда говорит руководитель региона Его заместители И говорят, что нужно заниматься импортозамещением Что только это даст нам сегодня развитие Только это даст нам сегодня рост экономики А другое дело, когда мы сидим и начинаем повышать цены Ведь цены не только на гречку поднялись После Нового года цены как вспыхнули все равно Люди подумали, что у них сейчас сразу богатеют И они им здесь самое главное Живут одним днем Подняли цены на металл Подняли цены на предметы химии Вы представляете, как вот мне, как директору завода по производству Как выдержать это? У меня трехлетние контракты Я ничего не поднимаю Я же сегодня работаю на государстве Государственные контракты Вот А мне ни на рубли не поднят И вдруг ли здесь в округе стало такое поднят Выдержали, мы выдержали Импортозамещение сегодня И мы не все... Говорят, завтра мы все... И это вот хорошо, что вот это вот сделали Нехорошо это Я вам говорю, нехорошо это Мы сразу не создадим то, что мы покупали Это нужны годы Это нужно время Но некоторые простейшие детали Простейшие конструкции Конечно, мы обязаны делать сегодня здесь А то мы с Турцией возили там стекла Сегодня мы пересматриваем эти вопросы И мы будем их... Мы действительно уже очень много Ну и, надо сказать, и занимаются сложными такими конструкциями, деталями Те, которые действительно... Но мы понимаем сегодня, что такое надежность Мы понимаем, что такое сегодня... Что нам нужно сделать Потому что мы уже поработали с этим материалом Который привезли с газограницы Мы знаем же, какой у него ходимость Качество какого Мы знаем, что мы не можем сегодня сделать хуже, чем мы привозили Поэтому мы работаем сегодня, с наукой работаем Анатолий Васильевич, спасибо вам за беседу